Диночка С какой стати? Зачем это я поеду в больницу к водителю? Дина, пойми, это последняя воля умирающего. В таких случаях нельзя отказывать. Он тебя очень любит. Я обещала ему, что ты придешь. Но это ты обещала, а не я. Думать надо было, прежде чем говорить. Ну что я ему скажу? Придется ему помирать без меня. Так передай. У тебя совсем нет сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ась, выходи за меня замуж. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Помнишь, мы договаривались, когда тебе исполнится восемнадцать, мы поженимся? Да, я помню. Наш договор в силе? Субтитры создавал DimaTorzok Да, я согласна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты ответить не хочешь? Да это братец своей подружке названивает, достал уже. Ну а что такое? Подкинул мне тут одну порученицу. Циркачка его любимый телефон потеряла. Видимо, во время любовных гимнастических упражнений. Придется тащиться в цирк. Доктор, ну как? Его может спасти только чудо. Серьезное отравление на фоне язвы. Положение почти безнадежно. Папа. Папочка. Я же тебя просил, приведи Дину. Конечно. Я обещаю, завтра же Дина будет здесь. Давай я тебе помогу. Сам справлюсь. Тут узел сложный. А я, между прочим, все узлы знаю. Да? Интересно, откуда это? В журнале статью читала. В твоем возрасте пора переходить от теории к практике. Так ты же мне не даешь. Практикуйся на ком-нибудь другом. А я хочу на тебе. Светик, пойдем сегодня на дискотеку? На детские утренники я не хожу, а на взрослые тебя пока еще не пустят. Пока не подрастешь. А я, между прочим, уже взрослая. Да что ты говоришь? А ведешь себя как маленькая? Бедная ты моя. Ну почему? Ну почему он так со мной? Ты не плачь, не переживай. Все обязательно будет хорошо. Ты бросишь этого негодяя, встретишь хорошего молодого человека. Ты ничего не понимаешь, дура. Доченька моя. Я даже не успела отдать тебе имя. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я всегда любила Асику как родную. И буду любить. И в обиду не дам. Прости меня. Девушки отдыхают. Спасибо тебе. Асенька, четче и легче. Ась, в чем дело? Ты хочешь, чтобы мы номер завалили? Нет, прости. Я просто устала. Давай отдохнем чуть-чуть. Десять минут перерыв. Привет. Привет. Девушки отдыхают. Спасибо. Спасибо. Да вы что? Нельзя благодарить на кладбище. Вы не знали? Плохая примета. Простите, я не знала. Привет. Зачем ты пришел? Вообще-то в цивилизованных обществах принято сначала здороваться. Тебе лучше уйти прямо сейчас. Я с радостью. Только вот нужно тебе кое-что передать. Я видеть тебя не хочу. Предатель или лицемер. А я-то тебе поверила, дурочка. Стоп, 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 стоп. Я, кажется, понял. Дело в том, что... Ася, ты хочешь его видеть? Секундочку. Я вообще-то разговариваю с дамой. Я тебя не спрашиваю. Ты хочешь его видеть? Ты слышал? Она не хочет тебя видеть. А ты кто такой, чтобы мне указывать? Выход там. Где? Показать? Попробуй. Да пусти ты! Паш, смотри. Свежие цветы. Как будто недавно принесли. Наверное, кто-нибудь был вчера. В день смерти Марины. Наверное. Надо было бы и мне вчера бы. Оставить все дела и приехать сюда. Но все, все работа, работа. Ну ничего, ничего, Паш. Ничего. Видишь, кто-то был вчера. Значит, Марина не была одна в этот день. Тихо, ты чего хандришь? Ты чего хандришь? Машонь. Займи с чем-нибудь. А костюмы когда будут готовы? Об этом еще рано говорить. Ты посмотри, Маш, сколько работы, сколько работ. А еще подкладка, отделка. О! А примерка когда будет? Угу. Не думаю, что скоро. Хотя, ты знаешь, Маш, некоторые костюмы уже готовы, да. И, в общем, нужно будет мерить. Маш, а сделай чайку, а? И бутербродиков побольше. Угу. Мариночка, Мариночка. Как же нам тебя не хватает. Софочка. Успокойся. Ты мне временами очень напоминаешь мою покойную супругу. Паш, она тебя так любила. Угу. Софочка, ты меня извини, что я так мало времени уделяю тебе. Все заботы, все дела, все. Да, Паша, я понимаю. У тебя и без меня много забот, а я так рада была вас всех видеть. Спасибо. Так жаль, что мне придется скоро покинуть вас. Почему? А? Почему? А, я, я уезжаю. За границу. Тоже дела, работа. Если мне не изменяет память, Соня, ты, ты сказала, что ты ушла с работы. Мне позвонили, сообщили, в общем, ну, есть неотложные дела, Паша. Да, да, я понимаю. Есть ли дела. Понимаю. А вы не могли бы, пожалуйста, передать клоуну чпоку, что его ждут на примерке? К портнихе. Пожалуйста, передайте, что это очень-очень срочно. Да, да, да. Большое спасибо. До свидания. Давай, иди на выход. На выход иди. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Еще раз здесь появишься, скромлю тигром, понял? Вот чокнутый, а. Чтоб я хоть раз в жизни еще появился в этом... Не обращайте на нее внимание, вы простите его, ладно? Просто он у нас не в себе. У вас в цирке все такие психологи? Нет, у нас все в цирке абсолютно разные. Вот я, например, абсолютно нормальный человек. Ну, может быть. Да нет, вы что, я вот себе не позволяю вести себя с незнакомым человеком плохо. И кроме того, я могу вам помочь, мне? Да. Чем интересно? А я могу сгладить все недоразумения между вами и Асей. Павел Константинович, ну, наконец-то. Только на вас вся надежда. А что случилось, Аня? Я вас очень прошу, повлияйте, пожалуйста, на Дину. Все дело в том, что она не хочет ехать к отцу в больницу. Ну, если она не хочет, может быть, нет смысла силком тащить ее? К тому же, по-моему, она не особо волнуется по поводу его состояния. Ну, вы поймите, он умирает. Он просто очень просит, чтобы Дина приехала к нему в больницу. Он так любит ее. Ну, милочка моя, ну, как же ее заставить, если она не хочет? Ну, я не знаю, Павел Константинович, ну, сделайте что-нибудь, ну, заставьте ее, прикажите ей. Это вопрос жизни и смерти. Милочка, ну, не надо преувеличивать. Он находится в руках лучших врачей. Там современное оборудование. Я, я абсолютно убежден, что его спасут. Отец очень просил, чтобы Дина пришла к нему. Странно, а почему у него возникло такое желание? Ну, просто, это единственная радость его жизни. Он так привязался к ней. Ну, хорошо, хорошо. Я, конечно, попробую. Иногда даже такая мелочь может оказать серьезное влияние на состояние больного. Только ты не волнуйся так. Можно? Можно? Конечно. Заходите. Спасибо. Какая симпатичная комната у тебя, а? Давно не был здесь. Чувствуется вкус хозяйки. Спасибо. Ну, как дела, Дина? Все нормально. А как учеба? Ну, более-менее. У нас тоже так себе все. Вот видишь, Гена в больницу угодил. Да я знаю. Он водкой отравился. Ну, всякое в жизни бывает. Он тебя очень любит, Дина. Как родную? Да. Он сейчас в очень тяжелом состоянии. Надо бы, чтобы ты и Анюта съездили к нему в больницу. Ну, я... Я очень занята. Мы договорились с подругой. Дина, скажи, я часто у тебя о чем не прошу? Нет. Так вот, я сейчас тебя очень прошу, чтоб ты съездила к Гене в больницу. Это очень важно. Ну, хорошо. Вот и хорошо. Вы время не теряйте, Анюта. Уезжайте прямо сейчас. Да, Дина? Собирайся. А когда вернетесь, вы расскажете мне, как там. Да? Угу. Спасибо. Твоя работа? Я тебе это еще припомню. Тетя Рай, можно вас на минутку? Ну, в чем дело-то? Ну, мне надо поговорить. Я тебя слушаю. Зачем вы толкаете Асю к Ване? Она же его не любит. Вы это для себя делаете, да? Галь, я не понимаю. Ну, что ты говоришь? Да все вы понимаете. Вы это делаете для собственного спокойствия, да? Чтобы Ася всегда была с вами. Что ты говоришь? Какое тебе вообще дело? Да вы только о себе думаете, а на Асю вам наплевать. Знаешь, я, кажется, поняла. Ты просто завидуешь. Да это не так. И вы об этом знаете. И когда-нибудь потом вы горько пожалеете о том, что собственными руками лишили дочку счастья. Слава приходил сегодня в цирк. Совершенно неожиданно. Хорошо, что я не на рамке была, а то бы грохнулась. Ну и вы поговорили? Нет. Я не стала с ним разговаривать. А почему? Мне больше нечего с ним обсуждать. Ты уверена? Чекок, ну ты что забыл? Я же за Ваню замуж выхожу. Мне кажется, сейчас весь цирк только об этом и говорит. А я-то не об этом. Раньше ты отзывалась о Славе совершенно по-другому. Говорила о каких-то там чувствах. Это в прошлом. Ладно. Расскажи лучше, как у тебя дела. Так, теперь. Сейчас звонила Светлана Портниха. Вызывай на примерку. А что тут такого? Да нет, ничего такого. Просто она-то вызывает меня совершенно для других дел. Для каких? Она хочет, чтобы я повидался с Машей. Чпок, я не понимаю, почему ты сопротивляешься? Ну, подружись ты с девочкой. Ну, в конце концов, трудно что ли, а? Или она тебе неприятна? Да нет, она чудный человечек, но... Понимаешь, я даю ей ложную надежду. Это... это... Это ужасно стыдно. Бедная девочка. Я просто не знаю, что делать. Ух... Ладно. Не унывай. Хочешь, я с тобой пойду? Если это поможет, конечно. Угу. Ну, Аська. Спасибо тебе. Конечно, поможет. Знаешь что, давай я сейчас соберусь быстро и приду. Давай. 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 Здравствуй, Вика. О, привет. Ну, как вы съездили на кладбище? Паша. Ты не представляешь, как это было волнительно. Эти старые могилы. И вдруг мы с Пашей почувствовали, что Марина здесь, с нами рядом. Она как будто бы разговаривала с нами. И мы чувствовали, что душа ее успокоилась там на небесах. Скажи, Паша домой вернулся или на работу поехал? Паша... Паша чувствовал то же, что и я. Он такой душевный, такой чуткий человек, Вика. А если бы ты видела, как он тепло отреагировал на просьбу Анюты... Какую просьбу? Ну, чтобы Дина поехала в больницу. Об этом очень просил умирающий. Геннадий. Как знать? Может быть, это его последняя просьба? Последняя просьба, говоришь? Да, Анюта так просила, она только на коленях не стояла. Соня, знаешь, мне кажется, тебе нужно отдохнуть. Ты пойди приляг. Ты устала после этой поездки на кладбище. Вика, я отдохну. Тинечка... Вот мы... Ну, наконец-то, ну. Вот радость так радость. Диночка, как я рад, что ты пришла. Я не поняла. Ты что, выздоровел? Да вот врачи говорят, иду на поправку. Тогда какого черта ты меня сюда притащила, если он не умирает? Диночка, подожди. Подойди ко мне, я тебе все объясню. Никуда я не пойду. Я вам еще припомню тот балаган. Диночка, послушай. Я тебе не Диночка. Пусти меня. Ты что, оглохла? Пусти меня. Ася, я готов? Да-да, я иду. Куда это вы собрались? Готово. В гости. А мы к парнике, к Светлане, к дочке ее. Ася, мы с тобой договаривались. О чем? Ну, ты что, забыла, что ты мне должна помочь? Что-то я не помню такого. Вот голова дырявая. Она в последнее время все забывает. Может, я к врачу отвезти? Мам, о чем ты говоришь? Я тебе ничего не обещала. Знаешь что, такое невнимание к собственной матери, это приходят все границы. Мам, ты чего? Мы с тобой ни о чем не договариваем. Может быть. А я все равно на тебя рассчитывала. И хотела, чтобы ты мне помогла. Ну, может, я тебе потом помогу, когда мы вернемся? Нет. Костюмы надо сейчас достать, проветрить, просушить. И одной мне не справиться. Ну, прости, Чпок, я не могу с тобой пойти. Видишь? Да ничего страшного, пойду один. В другой раз обязательно. Да, если он будет, это в другой раз. До свидания, тетя Рай. Счастливый Чпок. Где твои костюмы? Прости меня, Дина. Прости, что я не умер. Да идите вы, знаете куда. Дина, 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 Дина. Ну что, как там, Геннадий? Да никак. А эта Анюта у меня еще попляшет. Что такое? В чем дело? Что случилось? Она натравила на меня Павла Константиновича, чтобы я сюда пришла. Видите ли, ее Гена захотел меня увидеть перед смертью. Так. Ну и что он тебе сказал? Чего интересного вы мне можете сказать, это старый дурак. К тому же он раздумал умирать. Вот и умница. Пойдем, я тебя отвезу домой. Нечего молодой, здоровой девушке шататься по больнице. Почему ты ей ничего не сказал? Ты же обещал. Аня, ты не понимаешь, обстоятельства изменились. Какие еще обстоятельства? Мне стало лучше. Врачи говорят, что я выздоравливаю. Ну и что? А то, что не нужно теперь все рассказывать Дине. Я тебя не понимаю. Я с таким трудом затащила ее сюда. Аня, ну все идет как надо. Ну Виктория у меня в руках. Скоро, скоро вы будете счастливыми и богатыми. Мне не нужно никакое богатство. Мне нужна только моя дочь. Я думала, что наконец я сегодня получу, а ты промолчал. Рано ей знать правду. Слышишь, рано. Всему свое время. Ну ладно, где твои костюмы? Ну, к костюму подождут. Это не так срочно. Не понимаю. Почему ты меня тогда с Чпока меня отпустила? Я же обещала с ним пойти. Ты же взрослая девушка. Ну как ты не понимаешь? Ты же будешь там лишней. Маша ждет Чпока, а не тебя. Ну а почему ты сразу-то не сказала? Вот надо было этот спектакль разыгрывать, а? Ну, при Чпоке не могла. Не тактично. Ну что, не понимаешь? Ну, представь, я при Иване буду все подряд говорить, тебе понравится. Ну? За мою новую недвижимость. Классная квартирка с этим. Угу. А как удалось так быстро деньги перевезти? Веник, если я что обещаю, значит так оно и будет. А, значит, телефон девушки Ярика ты уже передал. Да ну ее. Слушай, в цирке одни психованы. Ты знаешь, она настоящая красотка. Ничего особенного. Завидуешь? Я? Да у меня столько баб было, сколько-то вам Ярику не снилось. Да, баб-то много, а такой нет. А что у нее особенно? Она чистая. Какая? Чистая. А у тебя одни манчалки. Слушай, ты говори, говори, да не заговаривайся. Все, все, все. Успокойся. Вот одна приличная девушка появилась. Сашенька. А ты об нее ноги выдираешь. Нет у тебя нормального подхода к женщинам. Нету. Можно подумать, у Ярика есть. А у Ярика есть. Давай выпьем. Значит, у меня нет нормального подхода? Ярик, он романтик. А у тебя система. Кабак, выпивка и в койку. А спорим, что скоро она будет бегать за мной, как за Яриком? Это вряд ли. Да она уже приняла меня за него, когда я был у него в цирке. Ну и что? Слушай, Светик, ты хоть и похож на моего друга, как две капли воды. На самом деле вы такие разные. Короче, на спор. Она будет моей. А на что? Ну, так как я все равно выиграю. Грабить я тебя не собираюсь. Давай. Давай на доллар. Грабить я тебя не собираюсь. Ася, я очень сильно люблю тебя. А? Что? Я люблю тебя. Да, я тебя тоже. Скоро наш выход. Приготовься. Никто и никогда не сможет мне тебя заменить. Я мечтаю увидеть тебя в свадебном платье. Ты будешь прекрасна. Мы были вместе навсегда, да? Да. Мы будем счастливы. Держи. Ребята, собрались. Ваш выход. А теперь любимцы публики. Воздушные гимнасты Анастасия Соколовская и Иван Рябинов. Тетя Рай, а Аси нету? Нет, она уже пошла готовиться к выходу. Ну, ладно. Думал ее застать еще до выхода. Так, подожди. Что-нибудь срочное? Что случилось? Настроение погано. Вместо того, чтобы зрителя рассмешить, боюсь его в депрессию вогнать. Ты в депрессии уже смешно. Ой, подожди, так не улыбайся. А ну, давай вкладывай, что у тебя там с Машей. А откуда вы знаете? Ты же от Маши пришел. Ну, я, конечно, не Ася, но постараюсь тебе что-то посоветовать. Вот. Отличный портрет. Ну, вылитый ты. Это Маша нарисовала. У меня такими уже вся гримерка завешана. Мне кажется, она меня любит. А ты? Моя? Нет. Тогда не надо давать ей повод. Да я бы не давал. Я бы и не ходил к ним, но ее мать очень просит, чтобы я к ним приходил. Потому что она говорит, что у Маши больше никогда такого счастья не будет. И цирк уедет, гастроли закончатся. И Маша это прекрасно понимает. А вдруг за это время она тебя так сильно полюбит, что ваш разрыв принесет ей одни несчастья. И что же мне делать? Тетя Рай, погадайте мне, а? Пойдем. Может, тогда узнаем, любит меня Маша или все-таки забудет. Ой, у меня через пару минут выход. Я потом, ладно? Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Орбаш. Субтитры забудет. Я тебе зовусь. Орбаш. Х 1. Орбаш. Тетя Рай. А. Что ты все время вертишь головой? Вдруг кто-нибудь узнает. Не нервничай. Никому в голову не придет, что это ты. Даже я иногда думаю, что рядом со мной другой человек. Смотри, какой молодец этот гимнаст, что вытворяет, а? А раньше ты никогда так не интересовался цирком. Что это с тобой? Ничего особенного. Нет, ну какой ловкий, а? Это ж сколько надо тренироваться, чтобы такого достичь. Ну что ты хочешь? Они же с детства тренируются. Короче, я хочу с ним познакомиться. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну вот, кажется, пришли. А куда вы пришли? Домой. А-а-а, дом. Да, это наш дом. Перепьешь здесь все. А мы что, новую купим? Не буянь. Купим, все купим. Чек, не буянь, иди спать. Сейчас пойду, сейчас пойду. А ты помнишь, о чем мы с тобой спорили? Помню. Ну что? Вот, имей в виду, эта циркачка, она будет моей. Она будет моей во что бы то ни стало. Ты это понял? Понял. Понял? Понял. Ну давай. Оп, ключи. Хорошо. А чего вы шумите? Весь дом перебудите. Привет. Диночка, здравствуй, Диночка. А вот. Здравствуй, мой милый. Передаю из рук в руки. Отведи его в его комнату. Да, да, хорошо, конечно, иди. Я отведу. А-а, вкусно. И помни, во что бы то ни стало. Вин, во что бы то. Давай. Давай. Оп, пойдем. Я тебя отведу. Бареньки. Ну? Пойдем. Ась, ты устала? Или что-то случилось? Ну что, доченька, ну скажи. Просто Слава сегодня приходил. Как? Почему? Ну ты же его больше не хотела видеть. Да. Поэтому я и прогнала его. Молодец. Молодец. Его еще только не хватало накануне свадьбы. Да, конечно. Ась, будь со мной откровенна. Ты его до сих пор любишь, да? Понимаешь, мам? Да если бы он объяснил мне, где я так долго пропадал, извинился, я бы, наверное, не выдержала. Он какой-то другой стал. В каком смысле? Его будто подменили. Поэтому между нами больше ничего не будет. Никогда. Вот мы, кажется, и пришли. Давай я тебе помогу. Да ладно, не мучайся, я так. Сейчас я тебя раздену и будем в баиньке. Непорочные женщины, ну где вы? Нету. Ни одной нету. Непорож Dank. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...